Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я просто папка раньше у сестры жил А там муж А тут еще подарок жизни А я уже как-то привык И веселее Приходишь Оно тебе радуется Я понимаю. Правда, правда. Всем доброе утро. Как вы уже знаете, мы продолжаем трудиться в штатном режиме. Альянс Престиж Медиа продлил нам контракт. Да. И еще объявление. Михаил Бобровский уволен. Он больше не работает в нашей редакции. Как уволен? Вот так. А кто будет вести его рубрики? Феофанова культуру, Печугель, спорт. А за что? Так. Давайте без вопросов. Всем хорошего рабочего дня. Договорился, Мишаня. Мне его будет не хватать. Как жаль. Что значит жаль? Мы страйк устроим. Кто у нас профсоюз? Так. Мне до пожарища. Да, да. Хорошо. Артур. Я говорю, меня интересует контрольный пакет акций в этой компании. Понятно? Узнаешь? Позвони. Все, давай. Пока. Ну что, как идет подготовка предложения руки и сердца? К приезду Кате все будет готово. Отлично. Я вот что хотел сказать. Ты Ире позвони. Она лучше знает, что Катя любит, что ей нравится. Кстати, Ира собирается в салон, какие-то эксклюзивные свадебные приглашения нашла. Так что ты можешь подключиться. Свадьба все-таки твоя. Здорово так и сделаю. Вот-вот. Приедет Катя. Говорит, да. Ты ведешь ее под венец, а в компании ей делать нечего. Пусть домом занимается. А как же ваш спор? Если она выиграет, то захочет реальных полномочий в бизнесе. Я тебя умоляю, какой спор? У нее шансов нет. Понимаешь? Нет. Поднять продажи на пятьдесят процентов за месяц это нереально. Че я тебе объясняю? Ты сам все знаешь. Не забудь, Ире позвони. Обязательно. Вы прямо сияете. Ее папаша целиком на моем ресторане. Осталось только придумать, как обломать его доченьку, да поскорее вернуть с позором в лунной семье. Так. Соломка, Пичугин и Феофанова. Твердая. Хорошо. Молодцы. Продолжайте в том же духе. Так. Я сегодня была в больнице у Ивана Ильича. У него все хорошо. Он идет на поправку. Но, к сожалению, вернуться в редакцию у него не получится. Так как врачебный консилиум строго запретил это. В связи с этим у меня вопрос. Кто готов в перспективе возглавить вакантное место главного редактора тут у нас в еженедельнике? Естественно, после моего отъезда. Ну, как это кто? Естественно, я. Ну, конечно. Ну, я же тоже хочу. Аделаида, не начинай. Принимать решение буду я. Буду учитывать не только творческие способности, но еще и организаторские, дружелюбность. Выдержка, гибкость. Ну, прям, прям мой портрет. В лучшие годы. Жора. У нас два претендента. Аделаида Альбертовна Феофанова и Печугин Степан Лукич. Поэтому пускай победит сильнейший. Пусть победит сильнейшая. Феофанова, на себя намекаешь? Ну, почему намекаю? Блестящий. Прямым текстом. Степан Лукич, не забываем про дружелюбие. Бабушка! Дашенька, солнышко, Боже мой. Боже мой, как я рада тебя видеть. Боже мой, Дашенька, Боже мой. Может быть, как я соскучилась? Как я рада тебя видеть, коренька. Солнышко, я так посмотрю на тебя. Вот, какая красавица выросла. Ужи, какая красавица. Твой папа молодец. Твой папа умничка. Мы больше никогда не будем ссориться, хорошо? Хорошо, солнышко. Ну-у-у. Папа, что это? А это, похоже, официальный ответ Екатерина Олеговна на мое официальное заявление. Быстро она с трудовой книжкой отреагировала. Ну все, Даш, я уволен. Перефразирую классик. Свобода встретила у входа. Ясно. А вот с этим и этим что мы будем делать? Со временем отпадет. Пап! Ну что, пап? Екатерине Олеговне нужно было работать в службе раскрытия объявлений. Цены бы ей не было. Намертво лепит. И все равно она хорошая. Даша, даже не начинай. Пойдем. Сейчас хочу поделиться новостью. На городском литературном сайте я нашла то, что смогло бы стать изюминкой нашего еженедельника. Это сборник рассказов в жанре иронического детектива под названием «Записки на манжетах». Автор некий странник. У этого странника в интернете около 20 тысяч читателей. А как все получилось? Я на почту получила письмо с рассказом, которое называется «Впервые в жизни». Надо признаться, мне он очень понравился. Так что, кого благодарить? Ясно. Ну, тогда хотя бы намекните, кто скрывается под этим ником. У меня друзья-хакеры, могут его за пять минут найти. Так мои друзья из райотдела могут его просто привезти. Соломка. А что? Очень дружелюбно, конечно. Креативно. Но мы пойдем другим путем. Я решила написать ему письмо. Как думаете? Да? Ответственный, эрудированный, коммуникабельный. Все, отсылай. И пунктуальный. Ну, насчет пунктуальности спорный вопрос. Кое-кто даже умудрился проспать поездку на Бали. Миша, слушай, может потом свое резюме допишешь? А у меня через два дня премьера. Мне нужно отрепетировать роль. Да все, отправляю. Ну, чего молчим? Городничий. Все, да? Да. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Как ревизор? Как ревизор? Ну, прикинь, уже отреагировали. Леш, а чего ты так орешь? То есть, а он? Ну, этот ваш городничий. Он же всех пригласил, чтобы поделиться секретом. Ну, да. Где ты видел, чтобы секрет кричали? Дашенька, ну, а как же меня тогда услышат в конце зрительного зала, а? Ну, не знаю. Говори громким шепотом. Игнатьева ответила. Так, предлагает встретиться. И опубликовать мои рассказы в еженедельнике. Так это же хорошо, да? Ну, теоретически, да. Но она же не знает, что это я. Узнать сразу откажется. Послушай, а если пойду вместо тебя я, узнаю все подробности, нюансы, ты же можешь под псевдонимом сдаваться? Немного. Но она же тебя уже видела, когда я как бы на боли был. Мельком. Она меня в гриме не узнает. Послушай, у нас в театре такой классный гример. Профессионал. А брат у тебя великий актер, так что смело назначай встречу. Назначай, назначай. Посмотрим, что будет. Так, Даша, сиди и пиши. Пишу я, пишу. Хорошо, сейчас позвольте. Екатерина? Да. Присаживайтесь. Безумно рад встрече со своим будущим издателем. Взаимно. Меня зовут Екатерина Олеговна. А вас? Антуан Парижский. Как, простите? Это мой творческий псевдоним. Кофе, пожалуйста. Хорошо. Ну, хорошо. Я прочитала цикл ваших рассказов и, признаться, мне все это очень нравится, импонирует. Особенно мне понравилось очень такое смелое решение назвать имя убийцы на манжете. Абсолютно с вами согласен. Но главное, какая интрига. Ведь читатель до последнего не догадывается, кто же настоящий убийца. И я бы, например, никогда бы не подумал на дирижера. Насколько я знаю, в этом рассказе убийцей оказывается женщина. И она была владельцей магазина. Разве? Угу. Про дирижера это другой рассказ. Он называется «Случай в опере». Вы точно писатель? А то кто? По-моему, вы самозванец. Почему это? У вас ус отклеился. Признавайтесь, кто автор? Я думаю, ответ вам не понравится. Подождите. Где-то я уже вас видела. Вы брат Бобровского. Как же я сразу-то не догадалась, а? Бобровский методично портит мне жизнь. Встреча окончена. Передайте вашему брату, что предложение аннулируется. Может быть, все-таки обсудим? А что обсуждать? Здесь обсуждать нечего. Послушайте, вы как-то уж очень сильно ополчились на моего брата. Вы знаете, я изучал психологию. Мне кажется, я понимаю, в чем причина вашего поведения. Да? Вы двое еще психолог? Да. Да, мне кажется, Миша вам нравится, и вы панически боитесь в этом себе признаться. Кто мне нравится? Миша. Да как он вообще может нравиться, ваш брат? Он подлец и нахал. Ну и талантливый он, бесспорно. Ладно, все. Надеюсь, я больше вас не увижу. Всего доброго. Алло, брат. Прости, я все провалил. Да, она меня узнала. Ну, если хорошая новость, ты знаешь, мне кажется, ты ей нравишься. Артур, привет. Привет. Ты как? Ты можешь приехать? Что-то случилось? Да нет, ничего не случилось. Просто соскучилась, хочу увидеться. Я тоже очень хочу. Может, это моя паранойя, но это как-то связано с твоим соседом? Угадал. Мне кажется, что Бобровский просто издевается надо мной. И сегодня, и раньше. Все из головы не идет. А знаешь, что он мне заявил перед тем, как я его уволила? Что, оказывается, это ты ради карьеры бросил дочи ДК. Она сейчас используешь меня. Представляешь? Вот, гад. Надеюсь, ты ему не поверила? А еще он добавил, что ты бросил ее вместе с общим ребенком. Это было вообще последней каплей. Да это он ее бросил с ребенком, а не я. Не вздумай ему поверить. Вообще, ты должна переехать на другую квартиру, чтобы даже случайно не пересекаться с этим подонком. Ты мне такой заработливый. Ну да, я такой. А как с работой? Прогресс есть? Надеюсь, что продажа третьего выпуска по сравнению с предыдущим, ну, увеличится на 50%. Ничего себе. Ну, Арто, а что я тут по-твоему делаю? Между прочим, третий выпуск уже готов, отформатирован, вычитан. Осталось только распечатать. Слушай, у меня гениальная идея. А что, если завтра перелечу за тобой и заберу домой на несколько дней? Ты в постоянном цейтноте, пускай мозги отдохнут. Да, но я как-то не думала об этом. Ну, раз выпуск готов, имеешь полное право. Ну, в принципе, Юров мог бы из моего кабинета отправить файл с третьим выпуском в типографию. Да, он мог бы это сделать послезавтра, а там уже отправить на печать. Отлично. Завтра в обед я у тебя, уже вечером полетим обратно в столицу. Класс. По-бросски, преследуешь меня. Аркадий Ермолаевич, здравствуйте. Это Катя. Мне нужно, чтобы вы кое-что узнали. Да, Катюша, а что именно? Адрес одной женщины. Я знаю только то, что ее зовут Алиса, и она дочь декана факультета журналистики одного провинциального университета. Да, сейчас опишу. И постараюсь сегодня же тебе узнать адрес этой женщины. Слушаю вас. Есть задание для тебя. Завтра я еду в провинцию, заберу Катю домой на несколько дней. Ты поедешь со мной, останешься в городе. Я сделаю дубликаты ключей. Ночью ты проберешься в издательство еженедельника и подменишь файлы с третьим выпуском. Послезавтра он должен идти в печать. То есть, обложка пускай будет та же, а содержимое поменяешь. Умно. Я подставлю ее так, что с ней уже никто не захочет сотрудничать. Она окончательно потерпит поражение, а вы пойдете вверх с серьезными перспективами. Именно. Значит, закажи два билета и зайди по этому обсуду в детали. Понял, выполняем. Здравствуйте, вы не подскажете, кажется, в этом доме живет Алиса. Да, вот она. Ага, спасибо. Алиса! Майя, к ребятам. Нужно серому флешку отдать. Миш, только недолго сейчас папа должен подъехать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня простите, пожалуйста, я хотела у вас поинтересоваться. Я услышала, что вашего сына зовут Михаил. Вы сына назвали в честь Михаила Бобровского? Вообще-то в честь деда. Миша Бобровский к ребенку не имеет никакого отношения. Как? Мне Артур сказал, что... Артур, простите, какой не? Сапунов, случайно? Артур Сапунов, да. А с чего он решил вспомнить о нас после стольких лет? Вы ему передайте, чтобы он не вздумал к сыну приближаться. Подлет сбросил нас, когда ребенку исполнилось два с половиной года, ни ответа, ни привет. Я его через суд родительских прав решила. У Миши теперь другой отец. Хоть не биологический, зато любит его как родного. Подождите, я... То есть, получается, отец вашего ребенка Артур Сапунов? Да, да, да. И он донок, лжец и негодяй. Бросил нас сразу после выпуска. Миша Бобровский, вот он настоящий мужчина. Они даже с Артуром дрались из-за меня на третьем курсе. Миша был без ума от меня. Зря я на него тогда внимания не обратила. А потом он женился на пятом курсе. Дочка у них родилась. Даша. Да, Даша, кажется. Миша, давай в машину. Извините, пожалуйста, я просто не знала. Да, да, конечно. Вы Миша привет от меня передавайте. Он умница, талантища. Редко таких людей в жизни встретишь. Я передам. Всего доброго. Спасибо. Ну что, поехали? Да. Катюш, ну ты куда пропала? Целый день не отвечаешь на звонки. У нас самолет через три часа. Все кончено, Артур. Я все знаю. Ты о чем? Встречалась с Алисой. Кать. Кать, подожди, я тебе все объясню. Надеюсь, к моему возвращению тебя больше не будет в холдинге. Иначе мне придется тебя выбросить точно так же, как ты выбросил из своей жизни жену и сына. Кать, тебя обманули. А ты понимаешь, я тебя люблю. Тебя. Тебе не дано это чувство. Ты просто хотел меня использовать, но у тебя ничего не получилось. Кать. Стойте. Кать, тебе надо просто успокоиться, понимаешь? Просто отпусти меня. Все кончено. Все идет по плану? Все отменяется. Возвращайся обратно. Как? Я сказал все. Я остаюсь, мне надо подумать. За любовь. Вот прям отлично. Тебя как зовут? Паша. Можешь поменять-то, что-нибудь поинтереснее? Хорошо. Хорошо идет. Еще раз. Да-да, сейчас. О-о-о. Артурчик звонит. Мой любимый. А нет. Хорошо. Повторю. Так. Михаил. Добрый вечер. Екатерина Олеговна вас беспокоит. Не буду долго говорить. Очень неудобно за сложившуюся ситуацию. Для того, что вы были правы. Артур это вот не тот человек. И мне стыдно. Перед вами. И перед Дашей. Пускай ваши рассказы будут у нас в редакции. Извините, пожалуйста, меня еще раз. Кто звонил, папа, новости хорошие или плохие? Да я даже не знаю, малыш. Екатерина Олеговна звонила. Похоже, я у нее слово рукопожатин. Разве есть такое слово? Есть? Это когда из-под лица и хама тебя переводят снова в статус талантливого самодура. Ладно, давай, что тут у тебя. Так, неправильный глагол. В первом классе. Ничего себе программа. Да. Девушка, эй, может вам такси вызвать? Совещание закончено, все свободно. Тьфу, зашибись. Так. Аппарат посылаемого абонента. Не берет. Не находимся. Михаил Бобровский, исходящий. Алло. Алло. Екатерина Олеговна? Это бармен из кафе. Олеговна спит на барной стойке. Вы последняя из ее набранных номеров. Вы можете приехать забрать ее? Могу, диктуйте адрес. А ты только подожди, я недолго, ладно? Да, уже возле ресторана. Сейчас я ее заберу. А ты что тут делаешь? Мне позвонили. А вот что ты здесь делаешь, это вопрос. Она тебе что, нравится? Не твое дело? Тебе с ней не справиться. Отвали, Мишань. Поговорить не хочу. Артур, уезжай из города. Или я покажу тебе дорогу. Дорогу покажешь, да? Отвали, я сказал. Мне нужно вернуть эту заблудшую овцу. Ты понял? Если я тебя еще раз рядом с ней увижу, я тебя так врежу. Да кто она вообще такая? Без своего папаши она полный нуль. Я на нее столько времени угробил. А теперь что она? Про динамять меня решила, да? Артур, ты подонком был, подонком и остался. Ты думаешь, я не знаю, что после твоего визита в Альянс Престиж Медиа отказались продлевать соглашение? Валерьяна уныслила. А Аня, на нее это не похоже. Что? А я-то думаю, кого она мне напоминает. Олю, жену твою покойную. Что, с тещей помирился, да? Унижаться ходил? Радикатик. Бобровский! Врежь ему хорошенько! С города выезжай. Да пошли вы. Другую себе найду. Михаил, вы меня простите, пожалуйста. Я же не знала, что это вы, оказывается, спасли наш еженедельник. Спасибо вам большое. Что же вы такой, вы такой... Екатерина Олеговна, какой? Вы мой герой. Тихо, 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 тихо. Так. Михаил, вот почему мне попадаются по жизни одни подлецы? Нет, ну к вам это, конечно, не относится. Я про Артура сейчас. Я же не только перспективный актив, я, между прочим, очень яркая, креативная личность. С этим не поспоришь. Я надеюсь, в вашем окружении есть кто это ценит? Нет, только вы. Вы, конечно, еще тот хам, подлец, но очень обаятельный. Я как-то раньше этого не замечала. А сейчас прям... Давайте это потом обсудим. Ну скажите, я вам хоть немножечко нравлюсь. Ну только честно. Так, давайте там направо. Мы уже почти приехали. У вас чертовски привлекательная улыбка. А вот и вы когда сердитесь, вы такой милый брат. Я просто в обуви нельзя. Ага. Я немножко отдохну. Немножечко полежу. Совсем чуть-чуть. У нас бы были очень красивые дети. Такие амурчики. Такие чуть-чуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, распишитесь внизу. Один экземпляр для меня, один для вас. То есть, теперь Еджин Дейлик будет публиковать все мои рассказы? Да. Я думаю, что это взаимовыгодные условия. Поэтому поздравляю вас. Спасибо. Вы меня извините. Ничего. Извините, пожалуйста. Я вообще не пью. Ну, просто так получилось. Бывает. Надеюсь, вы понимаете, что это должно остаться между нами. Наверное, кучу лишнего наговорила я. Нет. Все по делу. Да вы не волнуйтесь, это все в прошлом. Благодаря вам, Альянс Престиж Медиа продлил соглашение. Я понимаю, что вам было это непросто просить у Людмилы Валерьяновны. Мне Даша все рассказала. Ну, зато у Даши снова появилась бабушка. Так что мы с вами квиты. А может быть, все-таки останетесь у нас в редакции? Нам будет вас очень не хватать. Вы знаете, я Екатерина Олеговна. Наш с вами контракт дает мне материальную свободу. И я наконец-таки могу заняться творчеством. А я об этом мечтал всю свою жизнь. Жаль. Ну, ладно. Я пойду. Екатерина Олеговна, там Юра в насчет рекламы на билбордах. Да, да-да, пускай зайдет. И я надеюсь, у него хорошие новости. А то у нас нет времени на раскачку. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер. О, Пищугин, вот это прикид. Ты что, банк взял? Ну, у нас как бы праздник. Вот решил обновить гардероб. Ой, Степан Лукич, вам так идет? Вы такой импозантный. Правда? Да. Так, может, как-нибудь сходим куда-то, поедим вместе? Да я не голодна. Это у нас свидание приглашают. Горобить шури? Ну, скорее как бы да. Ну, я не знаю, я, честно говоря, как-то и не готова. И странно встречаться с сотрудником после работы. Ну, ясно. Но вы, если это не касается производственных вопросов, давайте в субботу. В субботу? Ага. Тогда в два. Да. А я женюсь скоро. Ты уверен? Сто процентов. Она у меня бегунья, так что из ЗАГСа убежать не получится. Тут или жениться, или бегать учиться. Угу. Бегать учиться. Да, здравствуйте. Я хотела бы заказать авиабилет на завтра. Утренний рейс. Быстро, 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 быстро. Поздравляем! 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 Спасибо. Ну, что вы, ну, это же наша победа. Ну, давайте за нас. Ура! У меня небольшое объявление. Как вы знаете, у нас была конкурентная борьба за место главного редактора в еженедельнике между Пичугином и Феофановой. В общем, признаться, выбор дал сомнение лицо. Можно я скажу Екатерину Олегу? Степан Лукич, конечно. Ну, в общем, я отказываюсь в пользу Аделаида. Пускай попробует. А я, если что, подстрахую. Ну, Степан Лукич. Я не знаю, как тебе этого хотелось. Спасибо. Степан Лукич, вы настоящий джентльмен. Молодец. Ну, что, главный редактор теперь у нас Феофанова Аделаида Альбертовна. Прошу любить и жаловать. Ура! Поздравляем! Поздравляю, Аделаида. Я люблю Аделида. Понял. А, 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 Екатерина Олеговна, можно щекотливый вопрос? А повышение оклада будет? Соломка, вы дождались. Прямо сегодня. Обязательно. Ой! Хорошо. И еще. А, холдингу ни слова о наших успехах. Я сама лично привезу финансовый отчет. Ну, скажем так, сделаю для них небольшой сюрприз. Ясно. Думаю, когда они узнают, шок — это подходящее слово. И еще я хотела сказать. Вы для меня стали очень близкими и родными людьми. Я вам безумно за это благодарна. Мы стали дружной, профессиональной командой. Хочу выпить за вас. Спасибо. Ну, подожди, ребят, я... Извините, но мне очень жаль, что из нашей команды выбыл Миша Бобровский. Да, это в точку. Да жалко. Я его сегодня и приглашала. Мне тоже очень жаль. Но Михаил Бобровский сам сделал свой выбор. Ну, чего мы грустим? У нас ведь праздник. Мы сегодня должны праздновать, гулять, отмечать. Все-таки заслужили. Да. Давайте, за вас. Ура! Минуточку внимания. У меня сюрприз. Наш ролик в сети уже набрал две тысячи просмотров. Да ладно? Олька, две тысячи. Ты хоть покажешь нам? Конечно же. Это же, в общем, доступ. Посмотри. Слушайте, а Бобровский крутой. И штаны упали. Вот и все. Миша, на подаче. Миша! Ну, мы победили, как до конца. Пап, ты сегодня весь день сам не свой. Это из-за тети Кати. Да она уезжает завтра. И я думаю навсегда. Что? И ты ее отпустишь, пап. Таш, ты вообще о чем? Я все вижу. Хотя бы просто попрощайся. Вот. Вот. Передай от меня. Катя, я уверена, это он. Помнишь, ты сама как-то сказала, надежный, особенный. Ириш, ну, Бобровский сегодня даже не явился в редакцию. Слушай, я хочу, чтобы уже скорее наступило завтра, и я наконец уехала из этого города. Правда. Ты должна поговорить с ним. Я не буду с ним разговаривать, нет. Да? И почему же? Ну, боюсь. Катя, а жалеть потом всю жизнь, что так и не поговорила с ним, ты не боишься? Михаил? Катя, я вообще-то попрощаться пошел. Я тоже к вам шла. Даша узнала, что вы уезжаете, и вот сделала вам на память. Спасибо. У вас замечательная дочь. Спасибо. Ну, счастливого пути. Я хотела пожелать вам новых сюжетов и, в общем, успехов в работе. Да. Спасибо. До свидания. Да. Счастливо. Прощайте. Катя! Аркадий Ермолаевич, доброе утро. Доброе? Вернулась? Ну как, со щитом или на щите? Скоро обо всем узнаете. Да? Ну, а вы тут как? Что новенького? Ну, тебя, наверное, интересует одна новость. То, что Артур ушел из нашего холдинга по непонятным причинам. Что-то пробурчал напоследок. Ну, я вижу, у тебя глазки блестят, значит, она тебя не очень огорчает. Даже наоборот, Аркадий Ермолаевич. Побегу, встретимся на совещании. Ну, беги. Надеюсь, она хотя бы на ноль вышла? Ой, не знаю. У меня нет информации, но... Добрый день. Мы оба, я вижу, оптимисты. Начнем? Людмила Александровна, спасибо. Ну что ж, у нас сегодня доклад Екатерины Олеговны по еженедельнику, факты и события. Надеюсь, вы хотя бы потери минимизировали? Минимизировали. Спасибо. Итак, перед вами финансовый отчет. Все ответы в нем. Но главную цифру мне хотелось бы назвать прямо сейчас. Мы увеличили продажи еженедельника в три раза. Что? Ты шутишь? Три раза. Это с момента, когда весь тираж практически не продавался? То есть, фактически общий тираж на сегодняшний день не продан? Вообще-то нет. Общий тираж у нас вырос на семьдесят девять процентов. А по объему продаж еженедельник входит в десятку наиболее успешных изданий нашего холдинга. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Этого не может быть. Посмотрите на третьей странице. Этого не может быть. АПЛОДИСМЕНТЫ Я горжусь тобой, дочка. Пап. Горжусь. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, смотрите, это моя дочь. Вот так надо работать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, молодец, удивил ты меня. Теперь у тебя постоянное место в совете директоров. Кстати, я так понимаю, с Артуром у тебя все? Да. Он оказался не тем человеком. Ну, ладно, это твое дело. У нас тут вырисовывается серьезная проблема со стратегией выхода на рынок телекоммуникаций. Тебе это интересно? Ты возьмешься? Пап, я подумаю. Ты знаешь, я так счастлива, что ты наконец-то увидел, на что я способна. И ты был прав. Для женщины все-таки самое главное – это семья. Понимаю. Намекаешь на то, что ты устала, тебе нужно отдохнуть. Хорошо. Возьмешь отпуск. Про отпуск я подумаю. Я хочу запустить серию иронических детективов одного очень перспективного автора. Ага. Ну, а потом можно будет подумать и про отпуск. По семейным обстоятельствам. По семейным? Подожди, ты… Что-то я ничего не понимаю. Ты меня вообще запутала. Ты о чем? Катя. Ты что, ты… Ты все-таки решила выйти замуж? Катя. А я его знаю? Хорошо. Вечером жду в гости. Все расскажешь. Господи, как же ты похожа на свою мать. Господи, как же ты похожа на свою мать. Даша! Тетя, хватит. Тетя, Катя, ты очень классная. Дашуль, называй меня просто Катя. Договорились? Угу. Так, сегодня я тебе познакомлюсь с отцом и сестрой. У отца, конечно, вспыльчивый характер, но я думаю, что вы поладите. Кать. Ну, ты же понимаешь, что я не столичный житель. Ну и что? Ничего страшного. Ну, в таком случае мне придется переехать к вам. Я рада за вас с папой. Бобровский, у меня только одно не укладывается в голове. Вот объясни мне, как можно было опоздать на самолет на Бали? Вот я наивна. Думала, уже все про это забыли. Да уж, забыли. Ладно. А сейчас я покажу вам свой любимый город, в котором я фантастически счастлива. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! Ладно. Субтитры подогнал «Симон»